Добрый день, мои любимые зрители! Сегодня хочу показать декоративную косметику, бюджетную. Наверное, дешевле не найти. Это белорусская косметика. Я давно пользовалась, у меня была белорусская косметика. Я была в восторге. Но это еще, знаете, когда я не могла показать, когда я еще не занималась таким вот хобби, ютубом. А сейчас у меня есть возможность. Я приобрела несколько продуктов белорусской косметики. И также хочу вам показать косметику Фаберлик. Тоже бюджетная, которая мне очень нравится. Которую я покупаю раз за разом. То есть, или она у меня заканчивается, или я дарю кому-то. То есть, бюджетная, классная косметика, которую я вам действительно могу посоветовать от всей души. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик. Уведомлять о выходе новых видео. Первое, с чего я хочу начать, это белорусская косметика. Люкс Визаж. Я заказала себе пудру. Пудра очень интересная упаковочка. Она у меня в сумочке. Цвет мне идеально подошел. И вот нет такого, знаете, как вот плит. Как будто мел на лице. Очень хорошо убираю в течение дня. Если вот что-то у меня там образовалось, я расприпудрюсь. Прям прекрасно. Цвет идеальный. Я под видео постараюсь найти, какой цвет. И поближе, конечно же, вам покажу. Следующее, что мне на самом деле понравилось. Я заказала вот у них новинку. Это уже у Фаберлик. Называется тональный крем. Сочный цвет. Знаете, не утяжеляет кожу. Прекрасно увлажняет. Прям и цвет. Главное, цвет мне идеально подошел. Он, знаете, дает такой легкий-легкий оттенок загара. Немного выравнивает кожу. Убирает там какие-то покраснения. У меня бывает такое, что вот какие-то красные такие вот, типа, капилляров, наверное. У меня очень близко капилляр, кстати, расположенный к лицу. И вот этот вот крем мне идеально подошел. Следующее, это я заказываю уже там четвертый, наверное, тюбик. Пока я вот заказываю Фаберлик. Вы знаете, он поменял, как сказать, дизайн. Практически все осталось то же самое. Единственное, поменялся цвет. Называется двойной стиль. И что мне здесь нравится? Здесь в одной части вот этой упаковки находится база. А в другой части находится тональный крем. Тональный крем, знаете, идеален для зимы. Вот, по крайней мере, для зимы. Когда у меня кожа более светлая. Он выравнивает прекрасно кожу, увлажняет. Вот нет чувства стянутости. И знаете, вот если есть какие-то морщины, то туда не забивается. Прям идеально разглаживает. Ну, то есть, хороший крем, увлажняющий. Я ему очень довольна. Следующий у Люкс Визаж я заказала вот такие вот однушки румяна. Вы знаете, румяна такие вот идеально мне подошли. И когда заказываешь по интернету, когда приходят и думаешь, господи, что же я заказала. А вот эти вот идеально подошли. Это у меня тон 19. И он, знаете, он и не коричневый, он и не розовый, а вот такое вот что-то среднее. И прямо именно вот к моему типажу хорошо подходит. И очень они такие, знаете, насыщенные, такие вот пигментированные. И нужно небольшого количества, нужно небольшое количество, чтобы вот подчеркнуть румянец. Я прям довольна. И вообще советую вам тоже присмотреться. У них, кстати, есть там разные оттенки, можете подобрать. Следующее, что у меня появилось, это вот такой вот хайлайтер, тоже заказывала, опять, белорусская косметика. Им удобно высветлять какие-то, то есть, что нужно высветлять. Прекрасно его можно использовать под, я вот использую под бровь. Также можно высветлять уголки глаз, там, вот эту часть, то есть, очень хорошо ложится, в течение дня держится. Здесь сзади, кстати, есть рисунок, я только сейчас заметила и написано, что это хайлайтер компактный пудроскульптор. То есть, можно использовать и как пудру, но я, конечно, не советую. Больше он, вы знаете, он дает такое вот мерцание, свежесть. То есть, если вы выделите какую часть, прямо, знаете, в течение дня, по крайней мере, у меня, в течение дня все это держится. Следующее, что я заказала у Фаберлик, это больше, конечно, не относится к декоративной косметике, но, скажем так, это уход за ногтями. Для того, чтобы сделать маникюр, педикюр. Называется набор для маникюра и педикюра, увидела у них только сейчас, может быть, он и раньше продавался. Здесь такой приборчик, куда вы вставляете две батарейки, вставляете насадки, делаете маникюр-педикюр. Вы знаете, я попробовала, конечно, но мне показалось, что он слабоват. Я не знаю, если вы пробовали, напишите мне, пожалуйста, может быть, что-то я не так делаю. Мне показалось, что он слабоват. Для маникюра он хорошо подойдет, так как у меня, например, кутикула, она очень такая, знаете, слабовыраженная. У меня очень тонкая кожа, то есть для маникюра хорошо, но для педикюра, я думаю, он слабоват. Или нужно постоянно менять батарейки, потому что чем больше вы делаете педикюр, я имею в виду, тем быстрее заканчиваются батарейки. Или вставлять аккумулятор, но не знаю. Вот эти две палетки я вам уже показывала. Я заказывала в том, до этого делала заказ. И вы знаете, я собиралась на день рождения, и вот у меня был такой выбор, что подарить, что подарить. Я подарила девочке, и вот это вот, как оно называется-то, и подарила палеты для век, то есть здесь тени набор, и подарил пудру для лица. Пудра, она, знаете, для скульптурирования подходит, и, я не знаю, идеальной подарка, наверное, нет. И поэтому я пока они есть в продаже, они недорогие. И я приобрела еще, думаю, или я буду пользоваться сама, пока у меня есть тени. Я тоже пользуюсь от Faberlic, я довольна. Кстати, просто я хочу их поменять, так как заканчивается срок действия, сколько можно пользоваться. И поэтому вот эти тени мне идеально подойдут. Здесь вот эта палетка для скульптурирования. Девочка пользуется очень довольна. Тут три цвета. Можно сделать полноценный макияж. Тут есть как раз еще схемка, что очень удобно. Насчет теней. Тут тоже тени такие, знаете, они на каждый день. Два цвета, конечно, можно и на вечерний макияж. Вот такой темно-синий, с такой цвет лазурный какой-то. И вот остальные четыре цвета, они на каждый день, прям, знаете, удобно. Большое здесь зеркало у обоих палеток. Такая вот стеклянная... Чё болтаю? Такая вот жестяная упаковка. Или они пойдут на подарок, или все-таки я распрощаюсь со своими тенями, распрощаюсь со своими, там, с какими-то старыми палетками и возьму себе. Посмотрим. У Фоберлик взяла карандаш для бровей и карандаш для губ. Вы знаете, я вот у Фоберлик не могу найти себе карандаш для губ. Если у вас есть, например, который вам нравится, которым вы пользуетесь, то напишите мне, пожалуйста. Вот этот вот карандаш называется он Lip Pencil в цвете 4625. Если его вот тестировать, да, ну, то есть по руке, вот смотреть. Вообще, нет перламутра, он прекрасно так смотрится. Но если его наносить на губы, я не знаю, я не могу с ним подружиться. Я не могу найти под него какую-то помаду, чтобы вот они сочетались. Или начинает карандаш выделяться, или помада не подходит. То есть я не могу подружиться. То же самое касается и карандаша для бровей. Я его взяла, выбирала, знаете, мне не нужен там слишком светлый, не нужен слишком темный. Ну, а вы знаете, я взяла вот такой вот средний цвет, цвет 54-36. Свет немного мне, как бы, затемняет брови не очень хорошо. То есть брови выделяются как-то, ну, не знаю, как матрешка. Поэтому, не знаю, может быть, его использовать для глаз. Он мягкий. Вообще, карандаша у них классный. Но я вот просто не могу как-то с ними подружиться. И также заказала вот новинка помада. У них появилась. Упаковка та же самая, просто другая немножко. Помада эта 44078. Тоже выбирала что-нибудь такое интересное. Выбрала такой яркий цвет. Он такой вот настоящий коралл. Мне очень нравится вообще, не знаю. Может быть, мой типаж подходит под этот цвет. Ну, коралл, коралл. И, вы знаете, я когда его начала вот так вот тестировать, наносила на губы, оказалось, что я уже такой цвет заказывала. Но он был из другой серии. То есть, как раз я вот сейчас подняла свои помады от Faberlic. Посмотрела, у меня такая помада есть. Но она уже прям заканчивает и заканчивается. Совсем немножечко осталось. И поэтому вот на смену появилась новая помадка. Также взяла белорусская косметика. Я решила взять их тушь. Тушь очень интересная. У нее очень интересная кисточка. А знаете, почему я взяла? Когда-то, несколько лет назад, у нас продавалась белорусская смесь. Только белорусская. Такое огромное отдело. Я там нашла себе тушь. Шикарную тушь. И я думаю, что, может быть, она такая. Но, знаете, у нее очень интересная кисточка. Она не такая, которая вот во многих тушах. Как говорят, забыла. Прошу меня извинить за свой каламбур. С одной стороны она такая гладкая, с другой, как гусеница. И такая мохнатая. Ой, что я сказала. Вот. И ей нужно приноровиться накладывать. То есть, одна сторона для нижних ресниц. А другая, чтобы прочесывать. Вот так вот как бы выделять верхний. Да. Тушь прекрасно держится. Тушь прекрасно наносится. Не комкуется. Хорошо очень удлиняет. Не дает она там объема кому нужно. Она дает длину. То, что нужно было. Но единственное, вот знаете, с первого раза у меня, конечно, не получилось с ней подружиться. Второй, третий раз уже можно приноровиться. Называется тушь перфект кола. И по-другому это веер пышных ресниц. Цвет черный. Здесь такой большой объемчик. Но вот таких, вот именно вот таких вот щуточек я не встречала. Все. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok